То, чего на белом свете вообще не может быть. Вообще глупая довольно изотея явиться на песчаный пляж за камнем. И снова с праздником, дорогие друзья, снова с Новым годом! Китайский год у нас наступает 4721, если не ошибаюсь. Там другое летосчисление. И, кстати, вот в этом контексте, с учетом вот этой цифры, как-то очень многое звучит и видится по-другому. Китайский Новый год. Год зеленого деревянного дракона наступает у нас 10 февраля. Я предлагаю погадать на картах Таро, может, другие какие-то будут, разным людям, которые делились в разные года по китайскому календарю. То есть в этот раз мы также разделимся на 12 групп, но не на тельцов, львов, одолеев и прочих стрельцов. А мы разделимся на лошадей, драконов, змей, кроликов, ну и так далее, свиней, крыс и так далее. То есть все, все деление идет по китайскому календарю. Я надеюсь, что вы знаете, в год какого животного вы родились. Мне кажется, сейчас это все знают. Там, в общем, не промахнешься, это все очень несложно. Единственные тонкости, если вы родились в январе или феврале, помните, что китайский Новый год никогда 1 января, это технически невозможно, не начинается. Китайский Новый год всегда приходит во второе новолуние, отсчитывая от дня зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние 21 декабря, соответственно, либо в конце января, с конца января до конца февраля примерно этот китайский Новый год наступает, но в этот раз 10 февраля. Морская прогулка со смыслом. Февраль месяц на улице, если что. Следы снежного человека. Я сюда пришла, чтобы, не удивляйтесь, загадать желание. Но обо всем по порядку. Поскольку впереди у нас очередной Новый год, китайский Новый год, мы не удивляемся, у нас давно все китайское. Китайский Новый год это прежде всего праздник, это еще один повод не спать ночью. Есть оливье с тортом из одной тарелки. И самое главное, это еще один отличный повод загадать заветное желание. Нашла в себе, покопалась и нашла в себе такое желание, которое я могу назвать, произнести слог, не рискуя запутаться, и хочу его загадать на какую-то вещь, на какой-то предмет. И вот с этой серии пришла утром на морской берег, чтобы найти какой-нибудь особенный камень. Почему-то мне показалось, что камень – это подходящая вещь для того, чтобы заякорить желание. Но неудачная, попытка неудачная, потому что прилив и никаких камней здесь нет. Ни одного, ни одного камня. Загадываем желание на весь. Просто на весь. Там, я не знаю, чайник, юбка, окунная рама, зимняя резина. В общем, любая вещь подойдет. Она не опасная, я надеюсь. Так, все идейте за хозяином, сейчас потеряешься. Заякореваете, как сейчас говорят, заякорить желание на весь. Потом эту вещь, этот предмет, кладете в серван. Например, на видном, если на рабочем. У кого как работает, можно спрятать. И в следующий Новый год, в конце января, по-моему, 25-го года, закончится текущий Китай, будет опять новый, как китайский. Вот этот камешек можно достать. Главное, не забыть и найти, куда вы его спрятали. И спросить камушек, ну что то, как тут. В чем дело? Почему? Да, или почему нет? Не знаю. Идеальный температурный режим. Нормальное атмосферное давление для варны. 756 миллиметров. Миллилитров. Если вы обезьяна, то, пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео, как вы себя в этом обезьяньем обличье ощущаете. Гордитесь ли вы, что вы в год обезьяны родились. Или, может быть, вам неловко это сообщать кому-то. Вообще, родиться обезьяной хорошо. Я считаю, что хорошо. Потому что обезьяны ловкие животные. Знаете, вот этот китайский календарь и вот это разделение по разным зверям, это же не зря придумано. Это не глупости, это не пустое, это все содержательно интересно. То есть обезьяна, вот посмотрите на обезьян. Во-первых, обезьяна умное животное. Некоторые обезьяны очень даже к людям близки по интеллекту, по геному, то есть мы понимаем, обезьяна это не суслики какие-нибудь. Вот, ловкие, сообразительные, ловкие физические, кстати. И, соответственно, эта ловкость дает жизненный успех, карьерные успехи. Обезьяны очень обаятельны, по моему опыту, я могу сказать, обезьяны сердцее, обезьянам легче дается, вот что называется, покорять сердца противоположного пола. И обезьяны, мне кажется, часто бывают богатыми. Не знаю почему. Есть у них какие-то такие задатки, есть у обезьян какие-то такие таланты, которые позволяют им ловко и хорошо устроиться и из разных источников регулярно богатеть. Опять же, напишите в комментариях вот эти все описания, похожи на вас. Ну, разбогатели ли вы достаточно, будучи обезьяной? Или вам все еще мало? Карты Таро для обезьяны. Начинаем мы. Так. Король мечей. Король мечей. Очень хорошая мазь. Начинаем мы, видите, с воздуха. Крупные мечи – это мысли, это большие идеи, которые приходят вам в голову. Это ваши грандиозные планы, это ваше стремление, это какая-то ваша активность. То есть у вас будет много ума в это время, много, ну, опять же, проектов и много желаний их воплощать. Во всех случаях, крупные мечи – это интеллект и разные интеллектуальные штурмы. То есть если в жизни есть какие-то проблемы, подлежащие решению, то вы их легко избежите этих проблем умными очень, математически рассчитанными средствами. Короче говоря. А еще король мечей обозначает разные казенные дела. В вашу жизнь, смотрите, хорошо это или плохо, это как хотите, это как получится. Вот получается так, что в вашу жизнь буквально врываются казенные люди, казенные дела, куда-то вас приглашают. Это может быть и желанное даже поступление на государственную службу. Да? Почему бы и нет? Это может быть появление в вашей жизни приглашения со стороны какого-то вышестоящего лица. Вообще, король мечей, да, это такие очень формальные коммуникации с людьми, формальные. Это вопросы субординации, вопросы грамотных слов, грамотных разговоров. Это разные ситуации, когда себя надо вести по-настоящему, ну, знаете, социально приемлемо. Портрет начальника. Ваш начальник. Легкие деньги ждут обезьяны. Ну, кто бы сомневался. Четверка Жезлов, картону вориши ее называют. Возможность быстро разбогатеть иногда незаслуженно. Ну, как можно быстро разбогатеть? Это, конечно же, инвестиции, ставки, что угодно. Может быть, какой-то ваш бизнес-проект неожиданно принесет больше деньги, чем вы ждали. А еще четверка Жезлов и это карта свадеб. Ну, то есть, в целом, она описывает, вы знаете, такие ситуации, когда что-то благополучно продолжалось, какой-то проект, какое-то дело, например, отношения романтические между людьми. И все это увенчалось и завершилось веселым праздником. Свадьба, с тортом, с бубенцами, с тройкой. Вот. И так далее. Ну, то есть, в паре эти карты советуют обезьянам рассматривать разные официальные предложения, официальные бумаги, госслужбу, например. Тогда это четверка Жезлов, и это будет очень хорошая зарплата и возможность получать другие бонусы и премии. Стремитесь в казенные места. Вот я бы сказала, что есть просматривается такая тенденция, такой совет для обезьян. Бюджетные, поближе к бюджетным средствам. Оно никогда никому еще не мешало. Так, я поменяла карту. Для обезьяны тройка Жезлов достается веселая, бодрая. Мы четверку Жезлов видели для вас, да? И тройка Жезлов. Год будет активный, год будет хлопотный, яркий и открывающий новые горизонты. Вот тройка Жезлов, небольшая вроде карта, всего лишь тройка, но она очень емкая и всегда ей очень легко проиграться. Просто, понимаете, она описывает такие настроения и такие ситуации, которые легко проиграются. Потому что для этого не нужно каких-то особых космических условий. Тройка Жезлов это великая карта продолжений. То есть продолжается жизнь, вы к чему-то возвращаетесь, что-то в жизни выбираете, такое, от чего прежде уверенно отказались. И отказались может быть навсегда. Это может быть та же личная жизнь. если вы возвращаетесь в большой спорт с тренерской работой, например, вдруг. И оптимистичная и призыв, лозунг для вас такой тоже. Все, продолжайте. Смотрите на мир, на жизнь веселее, увереннее. для обезьян будет у нас еще что и кто? Нет, да ладно, не бывает такого. Опять четверка Жезлов. Опять четверка Жезлов. Что вы собрались сделать? Расскажите нам, мы тоже хотим, понимаете, да? Четверка Жезлов, опять легкие деньги. Опять легкие деньги. Возможность очень прибыльно вложиться, например, или возможность что-то очень выгодно продать. Ну, вообще, легкие деньги, что такое? Какое-то наследство случайно можно получить или даже батарею выиграть. Опять, опять две штуки. Всего достали четыре карты, из них две, ну-ка, я ничего не путаю, ну, конечно, из них две, четверки жезлов, смотрите, обезьяны, вы вытащили, это как вот однорукий бандит, понимаете, если я возьму сейчас еще третью колоду, если опять четверка жезлов вводит, слышите, да, звон, монет, как это посыпалось все в ваши карманы, что же я не обезьяна, хочется воскликнуть, и многим вместе со мной, я уверена, тоже хочется, ну, давайте еще одну карту, тогда еще из одной колоды проверим судьбу, что подпоет вам вот это царское таро, вот этой теме, да, вообще, и видите, поэтому тройка жезлов, какой-то новый оптимизм, свеженький оптимизм приходит в вашу жизнь, то есть вы вдруг, вот что-то у вас застоялось, вы чего-то не хотели делать, а тут вдруг раз и вернулись к забытому проекту, к забытому какому-то делу, что-то еще, понимаете, да, а почему вы вернулись, а теперь все понятно, потому что деньги появились, и большие деньги, и вот вы кинулись строить что-то, ну, или, может, замуж выходить кто-то соберется, не знаю. так, царская тару выдает вам, сворачиваем Магадане, потому что я не вижу, а в общем-то то же самое, колесница, повозка вам вот попадает, тоже карта скорая, тоже с колесами, карта чрезвычайного везения, обезьяны, явно вы в этом году дракона оказываетесь у судьбы в фаворитах, что я вам могу сказать, распорядитесь этим везением грамотно, правильно, так, чтобы все-таки выбрать и средства, и помочь другим, и миру, увидимся.